Всем привет, дорогие друзья, с вами Марс, мы продолжаем проходить Ведьмак 2, Убийца Королей. В прошлой серии в этом городе, во Флотземе, начались беспорядки. Это подручные шалы. Ему свернули шею, ран нет. Это не его кровь. Трис вошла, свернула шею стражнику, а потом... поранилась? Не понимаю. Не понимает он. Лютик, смотри. Это что? Это дырка. С той стороны находится бордель. Может, мадам видела, что здесь случилось? Идем. О, подожди. Тут, может, есть еще какие-то доказательства. Блинки, может быть. Все перевернутое. Кто-то не церемонился. Ладушки, а ладушки. Ну, понятно, что сюда пришел либо лето, либо кто-то из бунтарей. Хотя... Как я и ожидал. Скорее всего, это лето. Ну, вот. Открываем же, ебать. Что здесь дела? Дервена? Закрыто. Приходите после. У меня девушку убили. Это Дерре. Геральт, это была ее комната. Что случилось? Убили ее. Вчера еще ее любили. Пили с ней вино. Красоткой называли. А сегодня пришли впятером. Все пьяные от крови. Слова поганые говорили. У нее был клиент? Нет. Она была со мной. Что вы так смотрите? Я хотела ее успокоить. Утешить. Это вообще не наше дело. Я надеялся, что ты расскажешь мне, что случилось в соседней комнате. В стене есть дырка. Ну, если вы были заняты... Мы были заняты. Но потом услышали разговор за стеной. Шиала всегда накладывала заклинания, так что ничего не было не слышно, не видно. Но в этот раз нам ничего не мешало. Мы начали подглядывать. Я смотрела первый. Там была эта рыжая чародейка и с ней Седрик, наша пропитая экс-белка. Рыжая подошла к магическому зеркалу и говорит. Посмотрим, с кем в последний раз говорила королева льда. Это она, Ашиале. Даже я это поняла. Тут она замахала руками, выкрикнула заклинания, и в комнате появился мужчина. Он выглядел так, что Дере аж пискнула за страху. А когда я отпихнула Дере, в комнате был уже другой человек. Женщина. Трис звала ее Филиппой. Филиппа Эйнхард. Да, эту женщину я знаю. О, Паласа. Трис, хорошо выглядишь. Зачем ты пользуешься мегаскопом Шаала? Никогда не поверю, что она тебе разрешила. Простите. Прошу прощения, прервали. Шаала ни о чем не знает. Ты думаешь, что она сможет сопротивляться Хенсельту? Ей будет нелегко. Но она уже совершала настоящие чудеса. То есть, война неизбежна. Хенсельта вразумить не получится. Ясно-понятно. Но, говорят, ты не в Редании. Я слышала, что ты уехала из Редании. Я пытаюсь не допустить распада Айдирна. Здесь у нас народное восстание. Настоящая борьба за свободу. Тебе бы понравилось. Не думаю. Восстание началось еще при жизни Димовенда. Повстанцами руководит девушка. Симпатичная и неглупая. Она добилась невозможного. Люди и нелюди. Дворяне, мещане, крестьяне. Все маршируют плечом к плечу навстречу заре нового мира. Здорово. Они смели королевские войска. Теперь это единственная вооруженная сила во всем Айдирне. А что с сыном Димовенда? Принцем Стеннисом? Ничего. Он сам присоединился к повстанцам. Делает хорошую мину при плохой игре. Притворяется, будто ему нравятся идеи равенства и справедливости. Что ты собираешься делать? Я не позволю Хенсельту Коэдвенскому захватить верхний Айдирн. Наш король вояка стал бы тогда слишком силен. Надо его сдержать. Это для начала. А после я прослежу, чтобы на троне Айдирна оказалась нужная фигура. Так что... О чем ты разговаривала с Шиалой? О чем ты говорила с Шиалой? А ты не догадываешься. Убиты два короля Севера. Мы думали о том, как будут развиваться события. В Тимирии хаос. И я утратила влияние. Все, что я так долго создавала, покатится в тартарары. Что вы собираетесь делать? Что решит ложа? Она же для того и создавалась, чтобы защищать интересы магии. Мы приспособимся к новому порядку и воспользуемся ситуацией. Пять лет моей работы коту под хвост. Центрийский мир висит на волоске. В Тимирии вот-вот разразится гражданская война. Чем тут можно воспользоваться? Надо найти виновных и восстановить справедливость. Остынь, соплячка. Политика как окрошка. Ее положено есть холодной. Будь расчетливой и не поддавайся эмоциям. Фольтос, ты не воскресить. А ты прекрати думать о мести. Мы поступим мудро и рассудительно. И воспользуемся ситуацией. Это ясно? По крайней мере, помоги мне восстановить доброе имя ведьмака. Трис, успокойся. Перестань думать вагиной и возьми себя в руки. Ведьмак и сам разберется. Зачем Шиала приехала во Флотзам? Это деликатное дело. Нам нужен кто-то при Хенсельте, а он, как известно, ненавидит чародеек. Да, это так. Единственный сын Хенсельта погиб на охоте три года тому назад. Королю не удается произвести нового наследника, как бы он ни старался. Шиала утверждает, что сможет исцелить королевский прибор. Но для этого ей нужны очень редкие ингредиенты. Которые она собирается извлечь из Кейрена. Именно. Таким образом, по правую руку могущественного короля снова окажется чародейка. Интересно. Вот и все. Больше я ничего не знаю. Лютик, ты знаешь, о ком идет речь? Кто это Филиппа? Филиппа Эйльхарт. Чародейка-советница короля Родовида Риданского. Родовида? Она достигла вершин мастерства на самой смердящей кухне мира. В политике. Она кристально аморальна и абсолютно лишена совести. Уникальные явления в своем роде. Круто. В последнее время поговаривали, что она попала в немилость при дворе Ридании. Если это так, то она, вероятно, покинула столицу. Что стало с Трис? Где Трис? Что с ней? Я не знаю. Я только слышала разговор. О нем я уже рассказала. А потом пришли убийцы. Избили меня и зарезали Дэра. И я слышала, что в соседней комнате кто-то дрался. Чародейка кричала. А потом убийцы пошли искать новых жертв. И я выглянула наружу. Мне показалось, что я видела Седрика. Он брел переулками в сторону леса. И его сильно шатало. Спасибо, Горвена. Я у тебя в долгу. Ведьмак, постой. Передай Йорвету этот список. Что это? Имена и прозвища убийц Дэра. Йорвет поймет. Ты шпионишь на Йорвета? Я помогаю ему время от времени. Просто передай ему список. Понятно. Я посмотрю, что можно будет сделать. Но ничего не обещаю. Убийцы и шлюхи. Лютик, жди меня здесь. Я иду за Седриком. Хорошую ты, блядь. Команду себе собираешь, Йорвет. Кровь Седрика покажет, куда он пошел. Да я знаю, где он. Я уже вспомнил. Поэтому мы не будем долго париться по поводу, чтобы найти Седрика. Потому как я знаю, куда мне нужно идти. Я, в принципе, порешал все конфликты. А в поисках очень может помочь эликсир кошка. Да не волнует. На самом деле. Ты же сказал, что знай. Цедрик, ну где ты? А что так? Так. Это мне нужно сюда. Поэтому пойдем этими путями. Блин, как я люблю эту местность. Йома народ, вы бы знали. Как я обожаю эту местность вообще. Тратва. Щеточка валяется. Страватия для этого. По-моему, это где-то тут. По-моему, это где-то тут. А вон он. Каэдмиль. Гвинблэйт. Я уже не чувствую боли. Я всегда... хотел умереть среди деревьев. Что произошло, Седрик? Трис попросила помочь. Я убил Тхойны, который охранял дверь, и мы взломали ее. Я убил еще Тхойны. Я знаю. Где Трис? Что случилось? Пришел ведьмак. Он бросился на нас. Я пытался защитить Трис, но он... слишком быстрый. Я понимаю. Он ударил Трис. Она не успела произнести заклятие. Он знал, как бороться с чародейкой. Потом велел ей запустить мегаскоп. Сказал, что ему нужно Вайдирн к Вергену. Это краснолюдское поселение. Трис сказала, что это безумие. Что нет координат. Он так на нее посмотрел и говорит... Ты уж постарайся, потому что тебе идти первый, а я буду сразу за тобой. Потом я потерял сознание. Когда очнулся, их не было. Я знал, что умираю. Лес меня зовет. Зачем, Седрик? Зачем ты в это впутался? А ты? Иногда просто так надо. Я говорил, что у меня бывают видения. Поэтому я и пью. За хмелем ничего не видишь. Ничего не чувствуешь. Тихо, Седрик. А теперь я все вижу. Ты должен вернуть память. Только так ты поймешь, кто и зачем убивает королей Тхойне. Как это сделать? Лайдерни, вместе с зараженным черной магией, духи умерших выйдут на великую битву. Спаси их души и вернутся в воспоминания. Ясно. Что это? Лес? Они здесь. Звери. Они пришли попрощаться. Мой лес. Вафайль. Гвинблейд. Прощайся. Гераль, куда ты подевался? Убийца королей, холера. Ушел прямо из рук. Сбежал? Телепортировался в Эйдир. То есть как? Заставил Трис его перенести. Курва! Руша велел тебя найти. Мы отплываем. У него появилась новая информация. Скайтаэли вот тоже что-то готовят. Что затевают Скайтаэли? Они хотят отбить барху. Им нужна твоя помощь. Когда это ты примкнул к Скайтаэлин? Да не в том дело. Их забирают в Дракенборг. Это лагерь для нелюдей. Долбанный памятник людской ненависти. Я понял. Что задумал Роше? Что планирует Роше? Он очень ругался на Лореда, значит, думаю, дело в коменданте. Что-то очень серьезное. Шалуин, надо поговорить с ними обоим. Я поговорю с ними. Может, Роше или Скайтаэли хоть на что-нибудь пригодятся. Займитесь делом, боже мой. Так, новый уровень. 200% 150 ватт. Давайте вот это прокачаем еще. Ладно, короче, мне туда. Блин, довольно-таки сложная ситуация получается. Тут у нас... Что? А, то есть мне не сюда. То есть мне не в город. Мне все-таки к этому. Сука, не в ту сторону, бля. Все-таки к озеру надо. Тем розам или как я... Не помню уже. Походу сюда. Карта большая, не помню ни хера. Вау. А вы еще там деретесь? Ну, молодец, очень красава. Ну, говори, ерненько. Так, хорошо. Запафаемся на здоровье и вперед. Пожалуй, тут мне пригодится меч против людей. Все-таки я не думаю, что я буду с Йорвидом сражаться. В этой ситуации я, пожалуй, лучше помогу им. Йорвид ждет, дхойная. Дай в рейтис, сука. Стоишь тут, блядь, мешаешь. Где он? Кто? Он заставил Трис телепортировать себя в Нижнюю Мархию. И забрал ее с собой. Нет. Скайта Эли в Эйдир не заплатит кровью за мою глупость. Элиас, готовь отряд к выступлению. Вы отправляетесь немедленно. В городе был погром. Во Флотзаме был погром. Улицы залиты кровью твоих братьев. Я знаю. Поэтому мне нужна твоя помощь. Ты хочешь, чтобы я вместе с тобой убивал людей? Я жажду смерти каждого из этих тхойны. Но я говорю не об этом. Сейчас наша цель – Нижняя Мархия. Пешком туда два дня пути. Туда два дня пути. Ты не успеешь. У меня есть план. Какой? Сначала скажи, что будешь нам помогать. Да, я с вами. Хорошо. Я помогу вам. Мы достанем лето вместе. Отлично. Не будем терять времени. Нам нужно захватить барку, на которой держат пленных. Ты хочешь с горсткой эльфов отбить корабль в городе, где только что случился погром? Беру свои слова назад. Ты не просто все осложняешь. Ты сумасшедший. Моя мама тоже так говорила. Понятно. То есть это для тебя не новость. Хорошо. Ок. Давайте пойдем и разберемся с баркой. Че? Получая тюрьма. Мне нужно добраться до города. Для начала. Благолес не очень большой. Я думал, что карта побольше. В принципе. Но заблудиться здесь действительно довольно-таки просто. И я уж даже представлять не хочу, каким будет третий ведьмак. Потому что обещали полностью открытый мир. Это такая прелесть вообще. Блин. Очень хочется вот все это делать. В это все поиграть. Там был еще какой-то трофей. Но лучше мне двигать отсюда. Так, так, так. Так это мне туда. Ладно. Понял. Блин. Точки с карты не пропадают. Это тупо. Ну, я же говорил. Игра вообще без багов. Протещена. Просто чуть бы не идеально. Отъебись. Видишь, у меня важное дело. Я бегу эльфам по-моему. Так. Ну, че такое-то? Ага. Вот они все собрались. Я здесь. А, наконец-то. Фактория вся на ушах. Там полно солдат. Ты уверен, что это хороший план? Мы не станем входить в город. Мы разделим отряд. Ты ударишь со стороны пристани, и у тебя будет отличный проводник. Я с остальными подойду по реке. Большинство стражников сейчас должно быть в фактории. То есть погром нам на руку. Я бы сказал это несколько иначе. Ясное дело. Ну, давай так. Итак, выступаем. Разделимся на скалах. Скайтаэль. Эвельен. Врихет. Врихет. За мной. Ок. Куда бежать? Куда бежать? Куда бежать? Прямо. Вау, 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 вау. Попроще, добрые люди. Довольно сильные. Но нет, показалось. Так, ладно, ладно, дойдем, айдем. Поднимайся, пожалуйста, Геральт. Так, хорошо. Значит, будем штурмовать город вместе со Скайта Элементом. Это интересно. Так, давайте я пойду вперед, протанкую. Раз уж пошла такая пьянка. О, сука! Парни, ко мне! Парни, ко мне! Парни, ко мне! Тут мы разделимся. Энвит проведет вас к пристани. Роше. Куда они собрались? Не знаю. Надеюсь, мы скоро встретимся. Понеслась. Да, поехали. А че, тут нельзя спрыгнуть, что ли? Ладно. А тут можно? Нет, можно. Но они идут вперед, поэтому... Мы тоже пойдем вперед. Ё-моё, они до хрена ли их тут? Да ладно, размотаем, ёпта. Их кто-то предупредил? Ну а как ты думаешь? Надо сказать Ё-р-эту. Понятно. Слишком поздно. Вперед! Вперед! Го-го-го-го, ребята, быстрее, тока, ёпта. Ну а что? Плоскалопцы, ж не железные, давайте. Ох ты, ёпта. Ах ты, мать твою! Чё, ты дебил, что ли? Ли ты из непонятливых. Ого! Нё, руки отлетели. Ах ты силен! Нихера себе! Ну мясорубка, конечно, знатная. Я боялся, что ты не справишься, Милан. Всё нормально. Ёрвит, какого хера ты стоишь? Бля. Бля. Я знал, что ты снюхался с этими ушлёпками, мутант. Ну что, чувствуешь себя героем? Если вы отчалите, я сожгу ваших девок живьём. Отплываем. Наши женщины готовы к смерти. Нет. Я на это не готов. Я иду за ними. Бля, дот хойне. Нельзя жертвовать кем-то. Они умрут и за нас. Я этого не позволю. Слышишь, ты говно, пошёл нахер, блядь. У меня и так времени нету. Вы чё, хуели, блядь. Как мне туда попасть-то? Да быстрее ты поднимайся, господи, блядь, Иисусе. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-то делаешь, блядь. Ладно, стягивает подкрепление. Надо уходить. Сука, наверх, наверх, пожалуйста, быстрее. Развяжи нас. Помогите. Да давай уже, ну. Ну быстрее. Сука, ёбаная анимация. Блин, анимацию прервать нельзя. Вот это вот что, печально. Всё, уходим отсюда. Быстрее, блядь. Ёбаная лестница просто. Просто ёбаная лестница. Если бы не она, я бы всё успел. Ладно, хуй с ним, блядь. Давай с последнего сохранения. Чё уж-то. Чё там, с какого момента? Сейчас, блядь, наверно, сначала штурм. Как ебанё. Я посмотрю, короче. Ну рожай быстрее. Ё-моё. Чё с дела? Ну и как бы вы думали, да? Сначала штурм, сука. Ладно, чё. Дойду до того момента. Включусь. Так, ну дубль два. Поднимайся ты, блядь. И не дай бог ты зафейлишь ещё раз этот момент. Это всё из-за анимации просто. Лореда стягивает подкрепление. Надо уходить. Вся башня снизу горит. Прыгайте. Развяжи нас. Помогите. Я стараюсь. Дамы, я стараюсь. Без шуток. Вроде всё. Балим отсюда. Лореда ушёл. Ему недолго осталось. Если его не прикончат местные, это сделает кто-нибудь ещё. Это не важно. Ты спас наших женщин. Мы в долгу перед тобой. Помоги мне найти Трис и убийцу королей. Тогда мы будем в расчёте. В таком случае, на Верген. Отходим! Ты видел Роше? Вернон Роше уплыл отсюда без проблем? А что ему сделается? Мы поговорили немного, пока ты шёл на скалы с лучниками. Я хочу, чтобы он понял. Он смог уйти только потому, что я ему это позволил. Покажут, как это было? Ой, блядь! Чё, всё? Тимирский особый отряд. Создан королём Фольтестом после первой войны с Нильфгардом для борьбы со скайтаэлями. Ветераны, профессионалы, лучшие из лучших. Это конец, Роше. Видишь гербы? В моей коллекции не хватало только тимирских лилий. Я победил командиров всех особых отрядов на севере. Теперь я смогу объединить скайтаэлей. Заканчивай, что начал. Я не убью тебя, Роше. Мы, Айн Сейтхэ, не убиваем представителей вымирающих видов. Живи. И помни, кто тебя победил, потому что я могу сделать это ещё раз. Вафаэль, верно, Роше? Ты совершил ошибку, Йорвит. Я найду тебя. Ха. Он поступил благородно. Браво. Отплываем! Надо же. Это только начало. Но я рад, что ты оказался на правильной стороне. Мне бы твою уверенность. Убийца оставил нас с носом. Нет, правда. Он похитил Трис Мерригольд. Казалось, не удовольствовавшись жизнью Фольтеста, Убийца забрал и его бывшую советницу. Недолго думая, я ступил на палубу баржи и, прихватив с собой у Геральта, отправился вглубь долины Понтера. Летик. По словам Эльфов, именно там, под знаменами Вергена, собиралась Вольница, чтобы сражаться с Кайдвенскими захватчиками. К моему отряду в этом путешествии присоединились весьма примечательные личности. Признаюсь, что соседство с мерзавцами и убийцами из отряда Скайтаэли само по себе довольно отвратительное. Но помощь Йорвита и его овеянной дурной славой компании все же могла оказаться весьма пользительной. Помощь пользительной, нескладно. Словом, полезной. Летик. Долбаный ритмоплет, стихоплет и прочий. Ереси? Зачем? Ух ты. Ух ты. Какая лапочка. А ты этот, Риданский, да? Три тысячи человек сгорели в одну минуту. Я помню, какая была тишина, когда об этом услышали в Венгерберге. Во дворце, на улицах, в домах. Вся столица молчала. Все так кричали. Я была здесь, за пригорком, в самой гуще. Что ты задумала, Саски? Я не позволю продать Айдир. Он не убивится. Он не пригласил на войну с Хенцельом. Придется начать переговоры. Дела военные оставь мне, принц. Ярпен Зигарин говорил, что король очень вспыльчив. Спровоцируйте его. Заставьте начать бой, а потом уже займемся переговорами. Я все еще не могу поверить, что дворяне нас предали. Забудьте про дворян, принц. После того, как мои ребята побили их на Дыфне, они ничего не значат. Во имя Кревы, мой господин! Эта девка сам дьявол воплотит! Во-первых, у этой девки есть имя. Во-вторых, у меня нет полководцев лучше нее. А все прочие нас предали. Но она чудовище! Крева послала мне сон! Пасть закрой! Тя не спрашивали. Привет тебе, Хенсельт. Вижу, ты чувствуешь себя в Айдирне как дома. Но я не припомню, чтобы высылал тебе приглашение. Феллард все сделал за тебя. Это он меня пригласил. И я не нарушал мирного соглашения. Пока. Ах, вот как. Сударь Броган, будьте любезны проводить графа Фелларта в уединенное место и там его обезглавить. Куда ты лезешь, щенок? Ты еще не король. Твой отец был. Моего отца нет в живых. И еще не миновал траур по нему, как ты предал его страну. Ваше Величество, я прошу дать мне охрану. Этот молодой человек безумен. Взять его. Ваше Величество, как же наш договор? Ты мне больше не нужен, Феллард. Тупые твари, ну. Есть еще вопросы? Отлично. В таком случае перейдем к делу. Хорошо сказано. Карты на стол. Со мной в лагере больше двух сотен вооруженных людей. Этого хватит, чтобы удерживать переправу несколько часов. А за рекой ждут пять тысяч закаленных в сражениях молодцов. И не такие силы разбивались об стены Вергена. Если попробуешь штурмовать Верген, у тебя будет пять тысяч мертвых молодцов. Хорошенько подумай, сынок. Это всего лишь кусок земли. Отдай его, и ты загранишь корону. Если выйдешь на бой, я раздавлю тебя без жалости. Отдай мне Марк Графства, Нижнюю Мархию. И возвращайся, Венгерберг. Это Аэдирн. Знаешь, почему в Нижней Мархии нет Марк Графов? Потому что нет такого Марк Графства. Это Верхняя Аэдирн. Моя Отчизна. Моя Земля. Мои поданные. Берегись. Ты еще волчонок, а уже ворчишь на медведя. Я не дам себя запугать, Хэнцельд. Возможно. А может быть, это только театр. Может, ты строишь из себя удалого молодца, а в глубине души помираешь со страху. Может, стоит принажать? Шила в мешке не утаишь. Испытай меня. Меня утомляет этот разговор. Мое преимущество над тобой слишком очевидно. И громкие слова ничего не изменят. Мы оба знаем, что я не уйду отсюда с пустыми руками. Скажи, что ты предлагаешь. Нет, я не в этом убийцу драконов. Отведи свои войска за Понтар, и ты спасешь их от разгрома. Отведи свои войска за Понтар. И раз и навсегда откажись от притязаний на Верхний Айдир. Ой-ой-ой. Ты, видно, не понял вопроса. Что я с этого буду иметь? Мир. Издеваешься? Думаешь, это детские забавы? Только что ты развязал войну, говнюк. Я не стану выслушивать угрозы. Мы встретились для переговоров. Заткни глотку и бери меч. Саскея. Я готова. Приглашаю на танец, король. Погнали, ёпта! А что за загрузки-то? Останавливайтесь! Во имя Гревы, Фреи и Милители! Что ты наделал? Останавливайтесь! Останавливайтесь! Что же там случилось? Клянусь сиськами Великой Матери, Геральт из Риви, вдобавок в отменной кампании, Хярпин Зигрин. Клянусь сиськами Великой Матери, Хярпин Зигрин. Нет. Так в чем беда-то? Где Саския? А этот мясник что тут делает? Я привел 100 лучников, лучших на свете. Мы хотим помочь вашему делу. Тогда придется обождать. Потому как Саския и принц Пеннис пошли переговориться с Хенсельтом. А мы с ребятами тут стоим. Ну мало ли что. Принц Пеннис. Солнце погасло. Зовите магичку. Идем, Геральт. У него... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Получай Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Whoa